Павла Семкова сегодня впервые с того момента, как он попал в больницу, врачи отпустили на прогулку. Рассказывает, до сих пор не может прийти в себя и готов отблагодарить своих спасителей. Как только пойдет на поправку, обещает, обязательно разыщет их. Все-таки теперь он может отмечать второй день рождения. Семков был почти без сознания, когда его нашли в канаве с мазутом. Это яма, она как засасывает туда. Это очень тяжелый случай. И, ну, с горем пополам, короче, я добрался до этой деревячки, зацепился за нее. Ну, короче, кричал на помощь. Он просидел в мазутной речке несколько часов. Сколько точно, уже и не помнит. Выбраться просто не хватило сил. Зато отлично отложились в памяти ощущения, когда врачи бритвами буквально срезали с кожи Семкова застывший битум. Уже после пациент признался медикам. В такой щекотливой ситуации оказался после конфликта с новыми знакомыми. Понимаете, если человек больной, у меня просто сил на него не хватило, я просто начал убегать. Это было уже темновато. Ну, просто там этого всего не видно было. И, во-первых, я не знал, что это там, эта яма есть. И вот так я туда и попал. Медики говорят, еще чуть-чуть, и пациента было бы не спасти. Дело в том, что мужчина мог попросту задохнуться. На теле даже остались химические ожоги. Мгновенно его осмотрели, оценили состояние, тяжесть состояния, повреждения какие были. Ну и дальше уже оказывали квалифицированную медицинскую помощь. И сейчас, в данный момент, он находится у нас в хирургическом отделении. Состояние его расценивается как стабильное. Местные жители рассказывают, этот случай не единичный. В канаву якобы проваливались даже дети. Происхождение такого мазутного водоема некоторые связывают с закрытием асфальтового завода. Владельцы предприятия, видимо, не стали утруждать себя, чтобы утилизировать опасные отходы. Примерно года два уже течет. То есть, особенно по жаре, выдавливает наверх все. И все по жаре происходит. Теперь за мазутную реку узелись и местные власти. Они создали специальную комиссию, в которую вошли экологи, назначили экспертизу. В ближайшее время вокруг опасной канавы обещают установить ограждение.